Задача участников турнира выиграть схватку с максимальным числом баллов. Страсти наколены не только на ковре, но и на трибунах. За ребят болеют тренеры, родители и друзья. Победители получают путевки на перенство России. Участники по подготовке разные, есть уже более опытные, есть призеры России, есть также и новички, то есть уровень разный. Участников весовой категории по 40, по 30 человек в некоторых весах. Поэтому, чтобы стать победителем, нужно держать 8-9 побед. Константин Комаров занимается самбо 8 лет. Он уже становился лучшим на первенстве ЦФО. Спортсмен уверен, чтобы победить, недостаточно только опыта. Нужна психологическая готовность. Ну, физически и дома занимаюсь, в клубе. А морально я готов уже, не боюсь никого. Уже потому, что много соревнований были. Первый раз, когда увидел этот спорт, он мне понравился. Пошел в спортивный клуб и пошло все, поехало. Начал участвовать на соревнованиях. Соревнования проводятся в память о Владимирском тренере по самбо Владимире Анисимове. Он подготовил более 200 спортсменов, из них 15 мастеров спорта. Среди воспитанников тренера победители соревнований разного уровня. В настоящее время три самбиста из Владимирской области входит в состав сборной России. Память о нашем тренере есть, и мы делаем правильное дело, что проводим в честь него это мероприятие. Во-первых, этот спорт развивает все физические качества в человеке. Силы воли, характер, стремление к победам, ставить задачи, эти задачи выполнять. То есть, в принципе, это спорт настоящих мужчин. Самбо, самозащита без оружия нужна для наших ребят, чтобы они могли постоять за себя, чтобы защитить слабого. Тренеры отмечают занятия самбо, развивают в подростках выносливость и упорство в достижении поставленной цели. Как и в других видах спорта, здесь не обходится без травм. Но преодоление трудностей помогает воспитывать характер. Самое сложное – это преодолеть себя. Характер нужен, морально-волевые качества. То есть, например, придет какой-нибудь, который постоянно плачет, никем не станет в этом спорте. В этом году турнир по самбо проводится в 20-й раз. Он посвящен 85-летию этого вида отечественного единоборства. Организаторы отмечают, из-за политической ситуации российские спортсмены сталкиваются с трудностями. Но федерации предпринимают усилия, чтобы дать им шанс выступать и на международных соревнованиях. Стараются проводить международные соревнованиями со странами ШОРС, с азиатскими странами, те, которые являются поддержкой различных видов спорта и поддержкой развития спорта российского. Соревнования проходили два дня. Победителями стали спортсмены, в том числе из Владимира, Коврова и Александрова. Алексей Дудин, Татьяна Гордеева и Дмитрий Шаталов.